Полмиллиона долларов убытков и минимум 15 ограбленных контейнеров. В Одессе полиция совместно с экспедиторскими фирмами раскрыли преступную схему воровства груза. 13 декабря в районе Евротерминал экспедиторы полиции остановили фуру с растительным маслом, но вместо него в емкостях оказалась вода, а вскрытие пломб тщательно замаскировали. Двое сопровождавших груз были доставлены в полицию. Один из них водитель рассказал, что масло сливают в Кировоградской области. В Кировоградской области в селе Данилова Балка было обнаружено место на территории частного дома с емкостями, как оказалось, в которых находится масло. В этом доме жил пожилой мужчина. И, как оказалось, он отец бывшего сотрудника местного отделения полиции. Собеседник, пожелавший скрыть свое лицо, объяснил, что действует преступная группировка, которая вербует водителей и снабжает их поддельными документами. Они, в свою очередь, предлагают услуги по перевозке. Конкретным компаниям загружаются на маслозаводе, а по пути в Одессу сливают свой груз. Пустые емкости заполняют водой, подмена раскрывается только в порту страны заказчика. Точную сумму ущерба бизнесмены назвать не могут, но даже приблизительные цифры впечатляют. Это где-то порядка 20-25 тысяч долларов только вот один контейнер, который наш. До этого у нас было слито 4 контейнера еще. Как бы суммарный, ну, вот ущерб наш, это где-то 125 тысяч. И, да, мы как бы с коллегами на связи, у них там много тоже этих эпизодов. Сейчас один контейнер уже приплыл в порт, там вода, который возила эта машина. И они сейчас будут писать заявление в полицию. Всего же по подсчетам разных фирм были ограблены 15 контейнеров на сумму полмиллиона долларов. В областной полицию уточнили, что расследованием занят их коллеги из Кировоградской области, где, собственно, и было зафиксировано преступление. Саму же фуру ждет арест. Сейчас она на ответственном хранении экспедиторов.